Здравствуйте! В студии Дмитрий Галабир и это программа «Продвопрос». Ваш навигатор в мире продовольствия. Смотрите с удовольствием. Мы приготовили для вас самую свежую информацию, вкусные факты, острые аргументы и полезные советы. Как-то раз сосед соседом о хозяйстве вел беседу. Посоветуй, как мне быть? Где отборный скот купить? Каждому дается шанс. Вот он, КазАгрофинанс. Получаешь в оборот племенной рогатый скот. Льготный лизинг на 7 лет. Процветай, не знай обед. День за днем и час за часом умножай объемы мяса. И с тобою, старина, процветает вся страна. КазАгрофинанс. Процветает фермер. Процветает страна. Генеральный спонсор программы – акционерное общество «КазАгрофинанс». Инвестируя проекты АПК, мы вносим вклад в продовольственную безопасность страны. Смотрите в выпуске. Свежие огурцы и помидоры на зимнем столе. Тенденции казахстанского рынка овощей. Мраморное мясо из Павлодара. Реальная польза инвестиций компании «КазАгрофинанс». Чего ждать агробизнесу? Расширенная коллегия Министерства сельского хозяйства Казахстана в тезисах. Звездное меню. В кадре интересный рецепт и новый гость. Меню казахстанцев требует все больше свежих овощей. Всю зиму наш организм был истощен из-за нехватки полезных веществ. И теперь необходимо восполнить дефицит витаминов. Но на рынке не всегда можно приобрести ранние огурцы, помидоры или зелень по доступной цене. Ведь некоторая часть продукции до сих пор поступает из других стран. О новых трендах рынка овощей расскажет наш корреспондент. Овощное меню казахстанцев пока все еще скудное. По расчетам специалистов, ежегодно каждый казахстанец съедает около 86 килограммов витаминной продукции. Но и этого оказывается мало. По норме, по научно обоснованной или медицинской норме, 146 должно быть. То есть у нас сегодня фактически получается в два раза меньше, чем положено. Особенный дефицит витаминов наступает в период межсезонья. С ноября по июнь месяц казахстанцам необходимо 88 тысяч тонн овощей. Но отечественные фермеры могут обеспечить поставку только 27 тысяч тонн продукции. Остальной объем приходится завозить из-за рубежа. Основные экспортеры огурцов, томатов, зелени и перца – это Китай, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Стоит отметить, что привозная овощная продукция существенно отличается от отечественной. Импортируются именно готовые овощи. Это основном Китай и Узбекистан. Конечно, они имеют определенную консервацию, то есть они невкусные, некачественные. Пока довезет из-за рубежа данную продукцию, он уже теряет свои свойства. Импортные огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень – на такой витаминный натюрморт и цена соответствующая. К себестоимости продукции прибавляются затраты на перевозку и наценка трейдеров, то есть перекупщиков. Чтобы полностью витаминизировать казахстанцев своей продукцией, в стране увеличиваются площади закрытого грунта. У нас на сегодняшний день составляет 32-35 гектаров промышленный, высокотехнологичный. Почему высокотехнологичный? Потому что получение урожайности 2 раза, 3 раза больше, нежели почву-грунтка. Такие новые высокотехнологичные комплексы позволяют собирать с одного гектара до 45 килограммов действительно качественной продукции. Не стоит забывать и об остальных небольших теплицах, которые находятся в мелких крестьянских хозяйствах. С учетом всех имеющихся комплексов, площадь закрытого грунта в стране составляет около 200 гектаров. Но этого мало. Чтобы увеличить свое производство овощей на 70-80%, как того требует рынок, необходимо расширить тепличные квадраты вдвое. Новые объемы производства помогут закрыть потребности рынка в ранних овощах. Но продукцию нужно сделать более доступной. Гармонизировать цены станет возможным, если овощи будут поступать напрямую от фермеров, минуя перекупщиков. Проработкой логистики по принципу «казахстанский продукт от поля до прилавка» занимается нацхолдинг «Казагра». Его пилотный проект «Товаропроводящая система» синхронизирует работу торговой сети и производителя. Это поможет полностью исключить посредников, а значит и цена на продукцию будет адекватной. Недорогие свежие огурцы, помидоры и зелень – такое ассорти на наших столах вполне реально. Казахстанские фермеры продолжают заниматься обновлением поголовья КРС. При помощи своего финансового партнера – компании «Казаграфинанс» – они закупают высокопродуктивных племенных животных и увеличивают мясомолочное производство. Только в прошлом году «Казаграфинанс» инвестировал в приобретение породистых тёлочек и бычков 5 миллиардов 200 миллионов тенге. Как вложенные деньги работают на деле? Подробности в нашем следующем сюжете. Лучшие в мире стейки делают только из лучшего мраморного мяса. Молочные коровы такого мяса не дают. Для его производства необходимы бычки специальных мясных пород. Пока такая продукция премиум-класса на рынках Павлодара – деликатес. У нас есть свои рестораны, мы сами покупаем это мраморное мясо. И проблема с мраморным мясом на сегодняшний день стоит. Фермер из Павлодара Кайрат Абишев давно заметил потребность в высококлассном мясе и решил, если на рынке есть спрос, значит должно быть и предложение. Четыре года назад он создал в области собственное крестьянское хозяйство «Даникер». Начинал с разведения скота мясных пород отечественной селекции – аулиекольской и казахской белоголовой. Помимо этого, с помощью государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» развивал кормовую базу. На орошаемый участок 200 гектаров сейчас орошаемый получили. Получили кукурузу, сено, суданку, также картофель для себя выращиваем. Ну, то есть на сегодняшний день кормовая база у нас налажена. Кормовая база есть, животноводческие комплексы построены, а вот с увеличением поголовья – проблемы. Необходимо было приумножать стадо, закупать новых породистых бычков и телочек. Выход только один – привезти мясной скот из-за границы. Изучив опыт других хозяйств, Кайрат остановил свой выбор на Абердино-Ангусах. Почему на ней остановились? Потому что генетика, канадская генетика, одной из лучших считается. Поэтому при весе хорошей, при росте, теленок маленький рождается, легкость отела, мраморность – самое главное. Покупку дорогостоящего поголовья самостоятельно фермеру было не потянуть. Поэтому в прошлом году он обратился за помощью в Казаграфинанс. Компания заявку крестьянского хозяйства «Доникер» одобрила и выдала кредит – 241 миллион тенге. Условия оптимальные. Процентная ставка составляет 4%, годный период также 2 года и 10 лет близник. КРС приобретался на 10 лет. И вот прямо в канун Нового года самолет с племенными Абердино-Ангусами приземлился в Павлодаре. На борту – 350 телочек и 20 бычков. К их приезду на ферме все было сделано, как на родине – поилки с теплой водой, системы ветрозащиты. После адаптации этой весной ангусов будут осеменять. Потомство в основном пойдет на племенную продажу. Основной целью является, чтобы населению продавать племенных бычков породой Абердино-Ангус для улучшения их собственного поголовья, чтобы улучшать генетику у нас на нашей Павлодарской области, но и не только. Для производства мраморного мяса здесь планируют построить откормочную площадку на тысячу голов и мясоперерабатывающий завод. Фермер уверен, его агробизнес всем на пользу. Во-первых, павлодарцы будут обеспечены мясом премиум-класса. Во-вторых, его дело выйдет на новый уровень. Уровень, который позволит стать этому крестьянскому хозяйству отечественным производителем продукта под маркой «Сделано в Казахстане». Далее в выпуске. Звездное меню. В кадре интересный рецепт и новый гость. А прямо сейчас вы узнаете, чего ждать агробизнесу. Расширенная коллегия Министерства сельского хозяйства Казахстана в тезисах. В Астане прошло одно из главных агрособытий последних недель. В Министерстве сельского хозяйства Казахстана состоялась расширенная коллегия с участием премьер-министра республики Серика Ахметова. Вначале подвели позитивные итоги прошлого года. Несмотря на капризы погоды, в 2013-м клеборовы собрали 12 миллионов тонн зерна. Это на 48% больше показателей 2012 года. Плюс ко всему аграрии получили рекордные урожаи хлопка, картофеля, овощей и бахчевых. За последние три года увеличилось и количество крупного рогатого скота. Сегодня доля КРС в крупных агрофирмах составляет 31%. В личных подворьях 69%. Плюс ко всему поголовье обновляется животными лучших пород иностранной селекции. Разведение племенного высокопродуктивного скота позволит расширить производство мяса премиум-класса, которое в том числе пойдет и на экспорт. В прошлом году на развитие экспортного потенциала мяса КРС государством было выделено 26 миллиардов бюджетных средств. На поддержку племенного животноводца выделили в прошлом году 12,7 миллиардов тенге. Отмечу, что необходимо и далее создавать такие экономические условия, чтобы нашим фермерам было выгодно выращивать племенной скот. Разведение племенного скота – система комплексная. Здесь нужно учесть каждую деталь – от адаптации животного до его содержания и кормления. Соблюдать все эти требования мелким фермерским хозяйством непросто. Поэтому глава кабинета министров акцентировал свое внимание на создании коопераций. Заменили скот на ЛПХ, говорят, лучшими породами. А может, надо было кооперировать их, объединить их вокруг этого сельского населенного пункта, допустим, или опорного сельского пункта. Один, допустим, на 800 голов ветеринар, один зоотехник, создать им условия, молокосборник, один убойный хороший цех, завод. В прошлом году за рубеж было реализовано около 4,5 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, в том числе и 300 тонн говядины премиум-класса. В планах этого года отгрузить более 10 тысяч тонн продукции. Позитивная динамика и в сфере экспорта зерновых. С начала маркетингового года продано уже более 5 миллионов тонн. Общий объем экспорта отечественной сельхозпродукции вырос на 27%. Страны таможенного союза почти на 65. Один из самых перспективных партнеров – Россия. Недавно правительство Москвы высказало свою заинтересованность в том, чтобы продукция под маркой «Сделан в Казахстане» на рынке мегаполиса стала больше. Я был буквально недавно в Казахстане, видел те предприятия, которые работают там, и качество продукции, о котором уже говорилось здесь, что оно намного выше по многим показателям, чем то, что сейчас получает Москва. Презентовать отечественную продукцию и экспортные возможности страны в Москву приехала большая казахстанская делегация. В ее составе представители более 90 фермерских хозяйств. Столичные трейдеры заинтересовались урожаями овощей, новыми объемами мяса, в том числе и индейки. Такие выезды, рот-шоу хорошие в крупных городах, партнера нашего по таможенному союзу надо проводить. Это называется продвижение экспорта. Развитию сельскохозяйственной переработки нужно придать новый импульс. От этого зависит производство качественной, конкурентоспособной продукции, а значит и укрепление продовольственной безопасности страны. Первая поварская школа появилась еще в начале 19 века в Англии. Затем кулинарному мастерству начали обучать и в других странах Европы. Во Франции вообще считалось, что учиться готовить следует уже с шести лет, иначе повар не сможет стать профи. В кулинарной школе продвопроса свои правила. Двери нашей кухни открыты для каждого из вас. Главное – желание создавать что-нибудь новое вместе с нашими звездными гостями. Всем привет! В эфире продвопроса «Звездное меню». А это значит, что на телеканале «Хабар» настала пора провести время со вкусом. С дочкой известного казахстанского композитора Нургисита Лендеева, Дензухры Телендеевой, руководитель оркестра от РАРСАЗ. Дирижер! Здравствуйте! Здравствуйте! Дензухра? Итак, Дензухра, чем же мы порадуем сегодня наших телезрителей? Опять же, я напомню, голодных телезрителей. Ну, узнаете, Назар. Мы сегодня будем готовить куриные наггетсы. Нам сегодня понадобится одно яйцо, растительное масло, мука и панировочные сухари. Конечно же, соль и перец. Это замечательное блюдо я попробовала приготовить после моей поездки в Рим. Ну что ж, уважаемые зрители, надеюсь, это блюдо понравится и вам. Назначено. Итак, с чего мы начинаем? Так, мы начнем резать курицу. Пожалуйста, давай мы сначала ее порежем, а потом отобьем. Итак, курицу мы дорезали. Дензухра, что делаем дальше? Так, а теперь, Назар, мы ее пошлепаем. А для этого у нас есть специальный молоток. Ну, чтобы отбить нашу курицу, нам понадобится специальная пищевая пленка. Все, курица готова. Уважаемые зрители, надеюсь, вы тоже. Так, Дензухра, отойди, пожалуйста, в сторону. Будет море-море куриной крови. Дензухра, вот, если честно, мне очень интересно, насколько тяжело управляться девушке с целым оркестром. Ведь это 30-80 человек. Да, это нелегко. И у нас в коллективе 66 человек. Самое сложное, наверное, это услышать из 66 человек каждого. Ну, Назар, хватит уже говорить о моей работе. Уже пора готовить, очень хочется есть. Сразу видно, аппетит разыгрался. Итак, мы сейчас должны посолить и поперчить. Ну, все, Назар, я думаю, что достаточно. Мы теперь перейдем к следующему этапу. Значит, разбиваем яйцо. Яичко. Вот оно, яичко. Ага. И все это надо взбить вилочкой, да? Давай я тебе помогу. Вот Дензухра. Так, а вот вопрос сразу. Скорлупу мы намеренно вот опускаем в яйцо или это... Это изюминка блюда. А, изюминка блюда. Изюминка блюда. Это для кальция в организме и так далее. Теперь следующий этап. Мы будем класть сюда курочку. Вот наши отбитые вот кусочки, да? Наши отбитые куски мы уже кладем сюда в яйцо. Опа, обволакиваем. И клади на тарелку. Ага, опа, вот она. Ты мне поможешь или будешь так просто стоять и командовать? Конечно. Хотя я это люблю, я уже привыкшу к этому. Но... Ну, дирижер есть дирижер. Ну, неприлично. Все-таки она у меня на кухне сейчас. Так, ну вот, закончил. Последний куриный кусочек готов. Теперь бери муку. Взял. И то же самое происходит. Та же самая манипуляция. Теперь эти же кусочки курицы мы уже обволакиваем уже мукой, да? Мукой высшего сорта обязательно, да? Обязательно. Назар, ты продолжай. Я пока поставлю сковороду. Нагрею ее. Панировочные сухари или просто панировка готова. Курица готова. Заключительный рывок. Поехали. Отбитая куриная грудка готовится очень быстро, где-то минут 5-6. Теперь мы курицы можем уже переворачивать. То есть одна часть у нас уже поджарилась, пора вторую часть поджарить. Ну-ка, вкусно. Теперь наше блюдо под названием куриные наггетсы готовы. Я думаю, что с нами было вам интересно, и вы не раз приготовите это блюдо у себя дома. Ну, Данзухра, сегодня не отпущу тебя с пустыми руками из нашей студии. Вот, спасибо тебе за то, что ты научила меня, наших зрителей, готовить. Прими это в дар. Благодарю. Но я это не стану забирать с собой. И не станет есть. И не стану есть. Мы зато украсим наши куриные наггетсы. Приятного аппетита. Надеюсь, вам было интересно вместе с нами. Увидимся на следующей неделе. Пока. Такой была эта продовольственная неделя. В следующем выпуске мы приготовим для вас новую порцию новостей. Как всегда, вас ожидают самые горячие темы, а на десерт – звездное меню. Генеральный спонсор программы – акционерное общество «Казаграфинанс». Инвестируя проекты АПК, мы вносим вклад в продовольственную безопасность страны. С вами был Дмитрий Голобир. До свидания. Как-то раз сосед-соседом о хозяйстве вел беседу. Посоветуй, как мне быть? Где отборный скот купить? Каждому дается шанс. Вот он, «Казаграфинанс». Получаешь в оборот племенной рогатый скот. Льготный лизинг на 7 лет. Процветай, не знай обед. День за днем и час за часом умножай объемы мяса. И с тобою, старина, процветает вся страна. «Казаграфинанс». Процветает фермер, процветает страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова